В лесу открылся банк на деньги льва. Он был директор, там и учредитель, и что бы не разнесла молва, по совместительству лесной правитель. Быть может кто-то думал и не так, но поднесли в тот банк доходы звери, ведь льву откажет только лишь дурак, и больше ни в одни не пустят двери. Собрал он все, что было за три дня, и принимал и тугрики, и центы, потом закрылся на день изнутри и стал давать кредиты под проценты. Пытался что-то возразить верблюд, но быстро объяснили бедолаги, что на него банк может подать в суд, и он поставил подпись на бумаге. И заложил и шерсть, и даже горб, остались лишь душа в холодной шкуре, сказали, что тут неуместен торг, и взад ногой для понимания пнули. Баранов привели в тот банк гурьбой, с утра пораньше, сразу в понедельник. Кредит возьмите, или на водопой, не пустят больше без заемных денег. Медведь хотел в берлоге спрятать вклад и потихоньку тратить без опаски, но сдал его какой-то бюрократ, и этот случай предали огласке. Медведю волки лапы заломав, сказали, что теперь по договору он должен заплатить огромный штраф, и не помогут больше разговоры. Ослу продали тачку на пять лет под дикие для местности проценты, и провели в кредит ненужный свет, всем этим обеспечив дивиденды. Построил лев за год огромный дом, в нем роскошь в перемешку с капиталом, а лес как будто стал другим кругом, но этого уже казалось мало. Ему сказала хитрая лиса, она служила главной фенодели, давай обяжем покупать лиса, во всем другом мы вроде преуспели. И вот уже реклама на ветвях, даешь приватизацию наделав, и нагоняет волки дикий страх, сопровождая сделки беспределом. Но темной ночью загорелся вдруг и банк, и дом, сгорели все бумаги, и льва с слегка обугленным хвостом из леса гнали дружные макаки. Суть этой басни каждый сам поймет. Не нужно прижимать друг друга к стенке и жить за счет других из года в год, с чужого молока снимая пенки. Спасибо.